здравствуйте на канале это он тв программа разбор полетов я михаил горин со мной сегодня в студии политолог александр цинкер добрый день саша я хотел поговорить о взаимосвязях проблем которые существуют в мире это такая обширная тема естественно но отталкиваясь от украинских событий перебраться немножко в израиль вот такой вопрос меня заинтересовал когда обсуждается ситуация в украине то многие политологи комментаторы журналисты акцентирует свое внимание на двух соглашениях речь идет о соглашении 94 года когда официальный киев в в обмен на отказ от ядерного оружия получил международные гарантии которые закрепили америка англия и россия которые гарантировали суверенитет украины таким и территориальную целостность второе соглашение которое упоминается это соглашение от 21 февраля нынешнего года которые подписали янукович с одной стороны и оппозиция о преобразовании власти скажем так и где гарантами выступили опять-таки америка и министры иностранных дел евросоюза нет 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 выставили польша финляндия и германия три были там министра иностранных дел сегодня можно говорить практически что эти соглашения оба сорваны связи с этим возникает вопрос цена гарантии вот всех этих международных применительно к израилю мой вопрос заключается в следующем вот сейчас когда нас так активно подталкивают каким-то соглашением с палестинцами то понятно что какими бы ни были эти соглашения сейчас не будем о них говорить а их результативной части но гарантами выступят либо американцы либо евросоюз но кто-то а а можем ли мы теперь доверять вообще таким гарантиям вы знаете израиль должен быть благодарен путину поясни если взять первое соглашение девяносто четвертом году водопечте где выступила и великобритания и соединенные штаты и россия казалось бы такие крупные в общем-то фигуры игроки на международной арене все думали ну понятно естественно украина что если они подписали что гарантия сто процентов как оказалось не совсем всегда можно найти с одной стороны крючок который нашел выход в данной ситуации россия сказала почему это не нарушение с другой стороны как оказалось соединенные штаты и великобритания в принципе ничего в общем то такого крупного не сделали они же гарантировать должны они наверное должны и какие-то серьезные шаги предпринимать чтобы это соглашение осталось принимают они пока я пока на уровне разговоров то что мы слышим это раз и на уровне того что да вот сейчас делаются списки каких-то людей которые может быть будут запрещено въезд соединенные штаты кому-то там какие-то бизнес проекты но самое интересное что в америке как написано против путина и лаврова предприниматься ничего не будет потому что но если мы против них тоже сделаем как же мы с ними сможем о чем-то договориться и так далее следующий договор то что в феврале был подписан это практически эти три министра иностранных дел которым поверил в общем-то президент янукович они его сдали на следующий день когда он соответствии с тем договором что они подписали убрал с беркут и внутренние войска уточнить что российская сторона в лице лукина да да они как раз вовремя так вообще он не посылал такого такого же уровня представителя послал скорее наблюдателя который понаблюдал и сказал я наблюдаю я ничего не подписываю янукович в общем-то убрал войска поехал в харьков по моему до харьков а на следующий день поскольку войск в городе нет никто этих трех министров в общем-то не собирается слушать в общем-то было захвачено и рада и администрация президента и так далее ну трактовки разные развитие событий неважно то что соглашение да то что получилось теперь где мы мы сейчас находимся преддверии того что наверное все же керри приносит перенесет нам какой-то вариант промежуточного договора с патистинцами где там будет написано что как минимум израиль это тоже уже озвучивается должен пойти на тяжелые уступки ради компромисса ради заключения договора но мы как сторона которая предлагает это соглашение американцев тогда гарантируем вам и безопасное существование и выполнение и выполнение всех пунктов этого договора и так далее и тут возникает вопрос если на более я все же так считаю на более но не таком проблемном с вопросе который был девяносто четвертом году и даже феврале когда подписывались вот эти соглашения в киеве в киеве там оказалось что гаранты ничего не гарантируют то здесь вопрос который длится с момента образования израиля и никак в общем-то толком не решается может ли быть америка тем гарантом за которым мы можем быть спокойно жить и ни о чем не задумываться простите вопрос или нет нет я сам себе задаю вопрос и прихожу к такому выводу что гарантом основным для израиля должен быть израиль во первых это поддержание уровня и цела нашей армии это работа вот в обществе это работа с диаспорой это работа со всеми странами к сожалению то что иногда наши министерства иностранных дел и бывшие сейчас по моему нет этого министерства пропаганды вот они делают иногда не очень эффективно первую очередь надо надеяться на себя а уж если гарантов брать то они должны быть такие разношерстные чтобы не были с одной стороны они должны быть наверное из разных как бы команд чтобы как-то они друг друга могли уравновесить на поэтому но и наши ситуации на нашей ситуации я с одной стороны как-то боюсь брать гаранта россию да но хотя вы знаете после того что получилось сирии я общался с людьми которые политики вообще никакого отношения не имеют в израиле они говорят слушай мы так стали хорошо относиться путину потому что нам так что сирия нет израильтяне после того как был вопрос вот снята вот этого войны практически в сирии они они вообще в политики далеко были они просто сказали так когда мы поняли что не надо думать про этих противогазов что вот эта опасность вот этого миновала и оказывается мы там прочитали что вот эта россия там как-то посодействовала они сразу поменяли отношения вот сегодня может быть по украине они поменяют его обратно но тогда вот такой получился эффект поэтому наверное все страны которые могут что-то внести в это не надо ни от кого отказываться но вот здесь помнить что бывают случаи что гаранты ничего не гарантируют то есть я бы хотел немножко с другой стороны зайти не конкретно применить на к этому к израилю или к украине вообще в принципе я уже не говорю тебе что в со времен образования израиль это проблема для нас стоит я могу пойти дальше этого проблема наверно стоит еще со времен тридцать восьмого года с мюнхенского договора тоже были гаранты каких-то соглашений по чехословакии и так далее и эти гаранты оказались что они ничего не сделали действительно так вот не подрывает ли это вообще в принципе институт гарантов и его цены единственно где хорошо работает если подписываешь кому-то мошканту банки ипотечные суда и потом этот уезжает куда-то от тебя найдут а те активе приходит счет что ты должен заплатить лично что-то фирма гатором почему потому что когда ты подписываешь там написаны пункты а что чем-то произойдет даже чем ты отвечаешь и что делается на каждом этапе если вот в этих гаранциях тоже было написано вот мы гарантируем так то если это не так то мы например ну вот последняя февральская допустим если вот это не так то мы не признаем новое правительство которое вот типа появится да или с другой стороны если значит янукович что-то не сделает не так то мы значит его считаем нелегитимными так далее так далее правда чтобы это наверно все должно быть прописано вот наверное вот если прописывать все пункты нарушения что если такой-то пункт нарушается что после этого следует может что должна сделать гарантирующая сторона до лучи нарушения тебя говорю тогда может быть хотя бы понятно более того тогда можно идти в какой-то суд у нас все же есть какие-то организации есть международные суды и так далее так далее и пытаться может быть если уже ничего не помогает по крайней мере приносить документ в котором написано если сторона а делает тот эта сторона б может или имеет право сделать то-то и вот и заходя из этого требовать через суд этого решения но по крайней мере это может быть каким-то выходами за этим но институт гарантов наверное не самая плохая вещь тем более мы нашли применение почему мы тоже объяснили хорошая идея по поводу того что все должно быть прописано но вот уже перед тем как попрощаться я хочу только напомнить что ты сам упомянул что в соглашении от девяносто четвертого года который подписала россия россия же сама нашла теперь возможность как это соглашение обойти значит гарантом которого она сама значит было плохо прописано соглашение более того она нашла а очень элементарно что мы это обещали легитимному правительству украины а сегодня у нас нелегитимное правительство и президент украины поэтому мы им ничего не обещали произошла революция а после революции все начинается заново ну что ж наверно только говорит что мы должны быть умнее не умнее чем кого-то просто умнее быть вперед как говорят . и думать о том что будет с нами спасибо саша всем до свидания